Но, к сожалению, может быть вы знаете, Пушкин джаз есть в интернете, где Андрей Георгиевич под джазовое трио, под импровизацией, как раз читает черновики. Он говорит, недорого ценю я громкие, браво. И он прорывается к тому тексту, который мы все хорошо знаем, поднимаясь под этажом пушкинской ромбиси, где зачеркнуто, зачеркнуто, зачеркнуто. Да, это очень интересно. Это страшно любопытно. То есть иллюстрации в самом деле не просто берут какое-то застывшее каноническое произведение, а то, что движется, то, что продолжает жить. Потому что ведь иллюстрации Конегина, это может быть главная книга русской титературы. Ну, чтобы не увлечься, еще одну вещь, можно, Андрей Александрович? Нет, Александрович, расскажу еще одну вещь. Как-то на телевидении я оказался рядом с Ваней Ордан, ну, такая звезда французского кино. И она стала говорить, что да, вот как хорошо, что Татьяна прожила еще несколько жизней, ну, то есть несколько любовей испытала, переводя от французского на русский. Я сказала, подождите, подождите, откуда вы это знаете? Она говорит, я понял, что из Либрета, а не из Евгения Онегина. А там чуть-чуть иначе, я потом сравнил, и подумал, какая бы была бы пошлость, если бы она сказала, я вас люблю, к чему лукавить, и жду вас вечером в саду. Да, если бы они соединились. Ну, как бы буквально, фабульно. И как это, вот, Сан Сергеевич, на самом деле, они соединились, они любят друг друга. Он любит ту девочку, которая отказала, она любит того человека, которому писала, несмотря на то, что подсходятся в детской игре мимо, да, они не встретились буквально, но все состоялось. В этом все дело. То есть это, может быть, самое главное, центральное произведение русской литературы, где так все просто. Это, да, вот, три-четыре человека, влюбленных друг в друга, а вокруг бездны, которые, вот, совсем по-разному даны в этих двух подступах к проблеме иллюстрирования у Лидии Аклины. Но правильно Артем Геевич сказал, что надо вместе показывать, да, это продолжение, ничто, ну, как бы, не то, что ни лучше, ни хуже, об этом вообще не идет разговор, или более полно, менее полно. А это вот создает ту самую объемную картину, которой и является вот этот текст, который для всякого русско-культурного человека, ну, является совершенно таким фундаментальным. Фундаментальным я в их числе. Это такая тоже произведение, да. Видите, как вы ради них приготовившиеся.